Это сравнительно крупная, а также коварная змея. Она может атаковать неожиданно, без каких-либо предупреждений. Результатом такой атаки может быть смертельный укус. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Берите вкусняшки и мы начинаем! Название Гюрза происходит от персидского языка и означает булава. Гюрзу еще называют ливанской гадюкой, при этом она относится к роду гигантских гадюк и представляет семейство гадюк. На территории Туркменистана ее называют лошадиной змеей, а на территории Узбекистана – зеленой. У Гюрзы огромный ареал. Она занимает протяженные территории Северо-Западной Африки, Азии, Аравийского полуострова, Сирии, Ирака, Ирана, Турции, Западного Пакистана, Афганистана, Северо-Западной Индии и островов Средиземного моря. Гюрза – типичный обитатель предгорий и нижнего пояса гор. Здесь она широко распространена и наиболее многочисленна. В трещинах скал и под большими валунами находит она удобные места для зимовок, а на склонах и у горных ручьев – обильную пищу. Нередко Гюрза встречается и в долинах рек. Довольно обычно она и в виноградниках, а вот в лесу встречи с Гюрзой можно не бояться, она предпочитает открытые пространства. Высоко в горах Гюрзу тоже не встретить. Максимальная высота, на которую она поднимается – 1500 метров. В отличие от других гадюк, Гюрза не столь тщательным образом избегает человека. Внешний вид этих змей напрямую зависит от подвида, к которому они принадлежат, и среды, в которой они обитают. Длина их тела может варьироваться в пределах от 90 сантиметров до 2 метров. Средний вес представителей этого вида – 3 килограмма. Самцы более крупные и выносливые, нежели самки. Тело Гюрзы мощное, с резким шейным перехватом и коротким хвостиком. Голова крупная, покрыта ребристыми чешуйками. Морда широкая, а зрачки вертикальные. Надглазных щитков у Гюрзы нет. Змеи просыпаются к весне. Как только воздух прогреется до плюс 10 градусов. Первыми показываются самцы, а спустя неделю выползают и самки. На привычные охотничьи участки они отправляются не сразу, какое-то время греясь на солнце неподалеку от зимних квартир. В мае ливанские гадюки обычно покидают горы, спускаясь к влажным низинам. Здесь змеи расползаются по персональным охотничьим угодьям. Высокая плотность рептилий традиционно наблюдается в азисах, вблизи рек и родников. Они пьют много воды и любят купаться, попутно отлавливая зазевавшихся пернатых. С наступлением жары змеи переходят на ночной режим и охотятся в сумерках, а также по утрам и в первую половину ночи. Выслеживать добычу в темноте помогают хорошее зрение и острое обоняние. От жары укрываются между камнями, в высокой траве, на деревьях и в прохладных ущельях. Весной и осенью гадюки активны в светлое время суток. У герзы обманчивая внешность, из-за которой змею считают медлительной и неповоротливой. Это ложное мнение, не раз подводило дилетантов. И даже опытные змееловы не всегда уворачиваются от резкого броска герзы. В меню подросших змей мелкие млекопитающие, серые хомячки, полевки, домовые мыши. Взрослые особи легко одолевают и поедают песчанок, тушканчиков, крыс, небольших зайцев, амфибий. В небольшом количестве в их меню присутствуют фаланги, маленькие черепахи и их яйца. Обычно некрупные зверьки составляют большую долю рациона змеи. Отдельные виды герзы весной и осенью довольно часто устраивают охоту за пернатыми. Способы охоты герз на птиц самые разнообразные. От поджидания пернатой жертвы на кустах и деревьях до устраивания засады близ родников и подстерегания птиц на водопое. Их жертвы птицы величиной от небольшого воробья до горлицы, но в основном воробьиные. Начало брачного сезона герзы зависит от ареала подвида, климата и погоды. Так змеи, живущие высоко в горах, к ухаживаниям приступают позднее. Если весна затяжная, холодная змеи не спешат покидать зимовки, что отражается на сроках зачатия потомства. Большинство представителей вида при благоприятных погодных условиях спариваются в апреле-майе. Не все ливанские гадюки относятся к яйцекладущим. На большей части ареала они являются яйцеживородящими. К откладке яиц они приступают в июле-августе. Откладывают от 6 до 43 яиц, в зависимости от крупности самки. Яйцо весит в среднем 15 грамм. Инкубатором становятся заброшенные норы и скальные пустоты, где яйца созревают в течение 45 суток. Важным параметром для развития зародышей является влажность, так как яйца способны впитывать влагу, увеличиваясь в массе. Но повышенная влажность только вредит, на оболочке образуется плесень и эмбрион погибает. Самым главным врагом гюрзы является варан. Змейный яд на него совсем не действует. Иногда рискуя быть укушенными, их добывают шакалы, волки, лисы и камышовые коты. Из птиц гюрз ловят змеиед и степной конюк. Кроме того, гюрзы, особенно молодняк, могут стать жертвами и других змей. Яд гюрзы очень токсичен, практически как у кобры. Во время укуса в организм жертвы попадает 50 мл яда. При этом выживает каждый второй. Но от этих змей часто страдают сторожевые собаки, а также домашний скот на выпасе. После таких укусов животные практически не выживают. Первые симптомы – головокружение, тошнота, рвота, болевые ощущения во всем теле и слабость, отеки в местах укуса. Единственное средство для спасения – это сыворотка антигюрза. Всем спасибо, что посмотрели видео до конца. Не забывайте смотреть под ноги, гуляя по местам обитания ядовитых змей и диких животных. Жмякайте большой палец вверх, берегите природу и всем пока!